В годы Великой Отечественной на передовой работало несколько тысяч агитбригад, больше 40 тысяч артистов, среди которых такие мэтры, как Клавдия Шульженко, Аркадий Райкин, Леонид Утесов. Настоящая творческая армия своими выступлениями, помогавшая бойцам хоть на миг забыть о том, что идет война, и таким образом приближавшая День Победы. Сегодня у молодых артистов Театра Крылья задача иная – наоборот, напомнить людям о том, что такое война. День Победы – это праздник, который объединяет весь мир. Это праздник Победы добра над злом. Это праздник, который празднуют во всем мире с огромным настроением, с огромным душевным подъемом. Я хочу пожелать каждому человеку, каждому жителю нашей страны, каждому человеку в этом мире, чтобы его лично, его родных и близких никогда не коснулись слова песни, которая будет в нашей сегодняшней агитбригаде, когда мы были на войне. В арсенале агитбригады Народного молодежного театра «Крылья» не только песни и танцы того времени. В программу включены и сценки из военной жизни, и анекдоты, и, конечно, зажигательные фронтовые частушки. Все для фронта, для победы стал и из страны родной. Все, мадельников, стали дружной семьей. Подсчитано, что в годы войны артисты дали в тылу и на передовой в общей сложности около полутора миллионов концертов. Агитбригада театра «Крылья» проехала с выступлениями по всему жаворонковскому поселению, завершив свою фронтовую программу 9 мая в Одинцово. Нас в этом году очень ярко поддержала администрация Одинцовского района и фонд «Счастье жизни», и, конечно же, администрация сельского поселения. Привезли новые песни, новые танцы, еще дополнительно новые костюмы. Ну и, конечно, сам уровень поднялся достаточно высоко для того, чтобы можно было радовать людей. И программа из 30-минутной стала часовой. В этом году погода участников агитбригады не баловала. Приходилось и выступать на ледяном ветру, под дождем и даже под снегом. Но, как и 70 с лишним лет назад, настоящих артистов такими мелочами испугать невозможно. Петр Горохов, телекомпания Одинцова. Петр Горохов, телекомпания Одинцовского района